Что? Это категорически исключить сахар, категорически, то есть сахара в питании не должно быть. Это может быть, опять-таки, очень спорный вопрос, сейчас много искусственного питания, ну, минимализировать грубый, скажем так, грубый прием пищи, то есть здесь начнут копаться, что в сухофруктах тоже есть, вот и так далее, но это более легкий, лучший переход питания из худшего, да. И вот когда вы полностью исключаете сахар, полностью, никакие сахарозаменители ни в коем случае, то есть из натурального меда и так далее, заменяете сахар, фрукты до 12, и исключали хлеб, где есть глютен, полностью исключался хлеб, да, то рак отступает. Окей, мы выяснили, что в рот и здоровая кота. Молочные продукты. Молочные продукты. Молочные продукты. Потому что там есть лактоза, она тоже способствует цветению раковой опухоли. А, нам было, наверное, наоборот, что... Да, то есть мы дети Советского Союза, когда нам внушали, что молоко это кальций, все это блеф, кальция очень много в кунжуте, но кунжут тоже бывает редкое количество людей, которые там из 10 у одного на кунжут аллергии. То есть такой момент тоже не исключен. Да, то есть здесь обязательно, но это редко, но бывает. Вот. И кальций мы получаем из кунжута. Кунжут тоже способствует, благотворно влияет, то есть он убивает раковые клетки. То есть мы заменяем молочные продукты, чтобы кальций получать, на кунжут. Вот, то есть мы полностью исключаем, значит, три продукта. Это сахар, это глютен, это лактоза. Ну, опять-таки, я исключаю все молочные продукты. И вот буквально вот сколько вот у нас в группе девочек... У них у всех все хорошо. А у двоих полностью исключили вообще этот диагноз, что уже забудьте, это у вас больше нет. То есть все прошло. Это очень важный момент. И вот когда у пациентки мы полностью убрали молочные продукты, там был и творог, там была и сметана, и майонезы, и молочные продукты, и готык, и кефиры, то рак отступает. То есть психологическое отношение, психосоматика, заболевание. Ты работаешь психологически и психосоматически над этим заболеванием, меняешь продукты, плюс мы включаем йогу. То есть почему йога? Потому что в йоге приходят моменты осознанности. Именно когда затронуты какие-то чакры, где идет заболевание. Например, рак молочной железы – это четвертая чакра. Это доверие, доверие Богу, обиды. Это все мы отрабатываем. Там пятая чакра – это щитовидная железа и близлежащие органы. Это горло, когда человек не может высказать свои мысли, обижается, опять закрывается, держит обиды здесь. Да, невысказанность. Шестая чакра, седьмая чакра – это голова, это гипофиз и близлежащие органы. Да, очень часто бывает рак в желудочно-кишечном тракте. Это когда человек не может переварить ситуацию. То есть когда ему больно. Он не переваривает ситуацию, он просто… Ему плохо. Каждый раз одну и ту же ситуацию вспоминает. Он обижается, не может принять эту ситуацию, переварить. За что со мной так поступили? Это нечестно. Я же так хорошо служил. То есть это очень часто бывает у людей на должности. Очень. То есть и не только на должности, конечно. Рак желудка, рак поджелудочной железы, то есть кишечника – это не переваривание ситуации. То есть когда человек переварить ситуацию не может. Это сложно, когда рак кишечника, конечно, там уже сложнее. Рак пищевода. То есть все это очень-очень вот там вот очень сложные моменты именно рак пищевода, когда говорит, я проглотить не могу это. Вот такое выражение. Но не могу я эту ситуацию проглотить. Я советую проглотить, переварить и выбросить. Никто не стоит того, чтобы мы страдали. Никто. Никто на свете не стоит того, чтобы вы болели. Я по этому говорю, когда именно приходит с диагнозом рак, я говорю, выбрасывайте, выбрасывайте все быстро из головы. Выбрасывайте, потому что мы держим ситуацию в голове, а все влияет на тело. Человек состоит из трех составляющих. Это душа, разум и тело. Они три симбиоза. Ну, когда конфликтуют, да, то есть начинается? Очень часто конфликтуют душа и разум. Душа говорит одно, разум другое. А тело вообще сдается. Тело сдается. Я, говорит, понимаю, что я должна сделать это. Я не могу. Это подчинение тела. Самое сложное, это подчинить тело себе. Говорят, ленивый человек. Ленивого человека нету. Он просто не может подчинить тело себе. Если так выходит, вот, например, обиды вы говорите, да, обида почти у всех есть, да, но почему-то не у всех есть, да, рак. Обида у всех есть, и они все болеют. Не у всех же есть рак. Но это, опять же я говорю, степень обида. А, насколько ты зациклен на это, Михаил Иванович? Здесь обида, вот, именно, это рак легких, рак молочной железы, а у мужчин чаще всего бывает инфаркт. Мне всегда интересно было, вот, рак сама по себе, что за структура и что за это, да, то есть, который выходит, вмешает все, то есть метастаз дает, разрушает все, что это такое, и чем она питается вообще, да, то есть, вот. Чем хотите? Чем хотите? Почему вот химиотерапия, вот, это же комплексно, вот, влияешь на эту область, да, правильно? Да. А там же погибают и здоровые клетки, поэтому очень, тот, кто болеет онкологией, они, им тяжело, вот, переносить химию, там, дозы химии, потому что в зависимости от того, какая степень, врачи вынуждены назначать, там, несколько, у кого-то, там, в лучшем случае 5-8, а там бывает 18 и так далее, то есть, это зависит, насколько поражен организм. И рак – это такие длинные щупальцы, которые он может свою щупальцу куда угодно послать, скажем так. То есть, я опять-таки говорю, контролировать рак очень сложно, поэтому нужно все отпустить. Спасибо. Спасибо.